В эфире служба новостей СОРОВ24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Чем займется первый заместитель главы города, утверждена новая структура администрации. Новые площадки и беговые дорожки, когда начнется реконструкция стадиона школы номер 7. Пятая победа в сезоне. Баскетбольный клуб «Атом» встретился с Кстова. Далее расскажем обо всем подробно. Участие СОРОВ в проекте инициативного бюджетирования вам решать условия приватизации магазина «Дружба» и новая структура администрации. Все эти вопросы затронули на заседании Городской Думы 25 февраля. Подробности расскажем в следующем репортаже. Пять заместителей, один из них первый. Глава города Алексей Сафонов предложил на утверждение Городской Думы новую структуру администрации. По словам Алексея Александровича, первый зам будет как курировать других заместителей, так и выполнять свои непосредственные задачи. В его видение будет входить новый отдел перспективного развития территории. Это задача, которую нужно будет реализовывать в части территориального развития так называемые внешние территории. На текущем этапе есть уже значительные продвижения, то есть хотя бы часть исследовательных территорий. И сейчас идет активная работа вопросов присоединения других территорий, в частности технопарка и смежных с ними. Опыта работы с территориями, лежащими за пределами ЗАТО, пока у муниципалитета нет. Если это направление будет активно развиваться, отдел превратится в самостоятельную структуру. Также Алексей Сафонов предложил ввести должность заместителя главы администрации по экономике и финансам. Еще одно нововведение – заместитель главы по развитию. В его видении будет капитальное строительство и комитет по управлению муниципальным имуществом. В видение заместителя по социальным вопросам будут входить те же задачи, что и прежде. Плюс добавится управление по жилищным вопросам. Хочу разделить деятельность заместителя главы города и управление департаментом городского хозяйства. Это две разные должности по одной простой причине, что направление замглавы по городскому хозяйству включает в себя управление не только департаментом, но и муниципальным предприятием и участием работы в интересах города. По уставу города администрацию формирует глава города, ее структуру утверждает дома. Сейчас в администрации работает порядка 220 человек. Как отметил Алексей Сафонов, в ней произойдут единичные изменения. Структура администрации – это инструмент, который позволит наладить работу муниципалитета. Ее можно будет изменять в зависимости от ситуации в городе. Наша задача – в городе стало жить лучше. В плане комплектных полюбий, насколько я понимаю, у вас будет право согласовать их также коллективным решением, то есть моих заместителей. То есть в этом плане мы не отстраняемся, а наоборот предлагаем совместную работу. Большинством голосов структуру утвердили. Еще один вопрос повестки заседания касался приватизации магазина «Дружба». С конца 2019 года здание пустует. Сейчас его предлагают продать путем электронного аукциона. Начальная стоимость – почти 23,5 миллиона. Бывшие «Дружбы» уже заинтересовались представители торговых сетей. Мы понимаем, что приобретают на самом деле некие ИП или частники, а потом уже сдают в аренду сетевикам. Я хотел бы просто обратить внимание чиновников администрации на поведение этих самых сетевиков. Возьмем «Красную шапочку», знаменитую кафе, в пятерочку переделать, а следом за ней и ресторан «Колокол». Да, в магнит. Вы знаете, вот такое уродование центральной улицы города этими сетевиками. Об этом, кстати, весь интернет говорит, что они просто варварски себя ведут по отношению к историческому центру города во всех городах. Как рассказала председатель КУМИ Людмила Тырсина, этот вопрос находится на контроле у администрации. Депутаты также проработают механизмы, которые позволят сохранить архитектурный облик города. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Российские школы начнут выдавать выпускникам электронные копии аттестата. Образовательные учреждения по запросу теперь обязаны отправить отсканированный аттестат выпускнику, если он по какой-то причине не может забрать его самостоятельно. Соответствующий проект приказа Министерства просвещения опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Отметим, что школы должны будут направить отсканированную копию оригинала аттестата по указанному адресу электронной почты в течение трех календарных дней после получения обращения. Также Министерство просвещения Российской Федерации и Рособоронадзор подготовили проект приказа, согласно которому выпускник может выбирать и менять форму итоговой аттестации с единого госэкзамена на государственный выпускной экзамен и наоборот до середины мая. Напомню, в 2021 году для получения аттестата выпускники 11 классов, которые не планируют поступать в ВУЗы, должны будут пройти итоговую аттестацию в форме ГВЭ по двум предметам – русскому языку и математике. Выпускникам, которые планируют поступать в ВУЗы, сдающим ЕГЭ, для получения аттестата достаточно будет положительного результата за ЕГЭ по русскому языку. До 24 марта жители Нижегородской области могут стерилизовать своих питомцев по льготной цене. Акция приурочена к Всемирному дню стерилизации домашних животных. Воспользоваться льготным предложением могут пенсионеры, ветераны труда, инвалиды, малоимущие, матери-одиночки и члены многодетных семей при предъявлении соответствующих документов. Более подробную информацию можно получить в госветуправлении по номеру 49200. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По телефону 99313 родители и родственники граждан, страдающих от зависимости, смогут получить психологическую помощь. Также в рамках акции со студентами САРФТИ и Медицинского колледжа проведут занятия по профилактике употребления запрещенных веществ. Завершился аукцион по определению строительной организации, которая займется капитальным ремонтом стадиона 7-й школы. Подрядчику предстоит благоустроить более 4 гектаров территории. Как выглядит стадион сейчас и каким он должен стать к концу реконструкции, выясняла наша съемочная группа. Тренажеры, игровые комплексы, площадки для командных видов спорта, современное покрытие и система видеонаблюдения. Все это скоро появится на стадионе 7-й школы. Завершился аукцион по определению подрядчика, который выполнит реконструкцию этого объекта. Сейчас это место мало напоминает стадион. На территории стоят ржавые металлические конструкции, беспорядочно растут деревья и кустарники. Не видно дорожек, нет тренажеров. Через полгода это место будет не узнать. При разработке данного проекта мы постарались как можно меньше нанести, будем говорить, ущербу тому, что уже сделано около школы. Но это касается того, что там есть горка, которые жители города и в том числе школьники любят там кататься зимой на лыжах. Мы ее оставим и благоустроим. Решили также оставить яблони, которые сажали школьники. Дополнительно, судя по техническому заданию, высадят 50 саженцев, кленов и лип, около 200 кустарников. По словам Владимира Еминцева, на стадионе можно будет заниматься физкультурой и отдыхать. Всего площадь реконструкции составляет 42 792 квадратных метра. Наполнение спортивного объекта будет таким же, как и на стадионе школы номер 16. А так, тот же круг, те же беговые дорожки по длине, по размерам, наполнение мафами немножко другое, потому что время течет, время изменяется более современно, изменяются требования к данному оборудованию. Начальная стоимость контракта при конструкции стадиона – 38 миллионов 20 тысяч рублей. Владимир Еминцев не стал оглашать итоги аукциона, так как еще не закончилась процедура проверки документов. Если все будет в порядке, то с компанией заключат контракт. К работам подрядчик должен будет приступить в апреле. В этом году зима очень суровая, декабрь, ноябрь, грунт очень проморожен, поэтому мы бы не советовали сейчас туда чего-то заходить, потому что это больше нанесешь ущерб природе, чем сделаешь каких-то работ. Сейчас нужно выходить на закупки, изготовление, ограждение, те работы, которые можно делать в специализированных мастерских, на специальных участках и так далее. Опережая вопросы о доступности стадиона для жителей города, а не только для школьников, Владимир Еминцев пояснил, что процедура посещения спортивного объекта, скорее всего, будет повторять алгоритм на стадионе 16-й школы по заявкам. Кстати, как пояснил директор школы, из-за огромного количества желающих заниматься на новом стадионе и возмущающихся пропускной системой, регулярно тренируются лишь 7-8 человек. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Дети снова могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых, а тесты на ковид теперь обязательно сдавать только для участия во всероссийских и международных соревнованиях. Губернатор Глеб Никитин внес очередные изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Наряду с новыми послаблениями глава региона распорядился продлить до 14 марта больничный гражданам в возрасте от 65 лет. Сохраняется необходимость повышенных мер безопасности для самых уязвимых групп населения. Прошу с пониманием отнестись к этому и жители региона, и работодатели, отметил Глеб Никитин. Также соблюдать режим самоизоляции до 14 марта необходимо беременным женщинам. Работодатели должны сохранить им дистанционный формат работы. Между тем число заболевших продолжает сокращаться. За минувшие сутки в России выявили 11 198 заболевших. Это минимальный показатель с 7 октября. В Нижегородской области положительный тест на ковид обнаружили у 388 жителей региона. В Сарове заболело четверо, а выздоровело 33 человека. Авторский букет бесплатно. Редакция канала 16 и творческая мастерская галереи цветов запускают розыгрыш к 8 марта. Стать его участником очень просто. Нужно быть подписчиком официальной группы нашего канала и галереи цветов ВКонтакте и сделать репост праздничного поста. Победителя определим 5 марта. Он получит авторский букет. Галерея цветов – это место для особенных людей. Здесь говорят «нет» – безликим букетам и дежурным цветам для галочки. Отказываются от массового подхода и работают с теми покупателями, для кого важно через цветы рассказать о своих чувствах и отношениях. Заказать букет можно по адресу проспект Ленина, 22 или по телефону 8 903 604 78 67. Ну а выиграть в нашем конкурсе. Все подробности в группе канала 16 во ВКонтакте. Первоклассник Центра образования Вадим Санкин стал победителем областного этапа конкурса «Пейзажа родного края». Творческий фестиваль проводился в Нижегородской области в третий раз. В прошлом году в конкурсе приняли участие несколько тысяч детей. Вадим решил изобразить красоту зимнего леса и его обитателей. Мы обсудили с родителями, что мы будем рисовать, и мы решили, что будем рисовать зайчиков. Хоть они рисуются и сложно, но они красивые и милые. Еще один мальчик первого класса стал призером конкурса «Эколята. Молодые защитники природы». К сожалению, рисунок Тимофея не сфотографировали перед отправкой. Но мальчик рассказал, что изобразил то, как дети заботятся о природе. Юный эколог негативно относится к загрязнению окружающей среды. Нельзя засорять планету, потому что это вредит животным, человеку и людям. Также первое место в конкурсе, посвященном 800-летию юбилея Нижнего Новгорода, заняла Полина Наумова. Результатов еще одного конкурса также ждут с нетерпением в Центре образования. В проекте «Память о победе» там приняли участие 12 человек. Они сделали ролик о ветеране Великой Отечественной войны. Пятая победа в сезоне. Баскетбольный клуб «Атом» на домашней площадке принимал БК «Кстова». Гости – серьезная команда, которая борется за попадание в плей-офф. Первая половина игры прошла в равной борьбе. «Атом» неплохо смотрелся в нападении, однако в защите местами проигрывал. Подробнее о матче смотрите в следующем репортаже. На табло вторая минута матча, а голосовые связки Дмитрия Покровского уже срываются от напряжения. Тренер Саровчан недоволен своими игроками и, не стесняясь, орет на команду. После финального свистка в интервью нашему каналу Дмитрий объяснил причину такой импульсивности. А пока на площадке накаляются страсти. Команды идут нос к носу, сражаясь за каждый мяч. На последней минуте первой четверти спортсмены из Кстова отправляют в корзину Саровчан два трехочковых подряд и захватывают лидерство. Но наши не намерены сдаваться и на перерыв все же уходят с символическим преимуществом в одну очко. Вообще говоря, первую половину в защите мы играли безобразно. Что тут говорить? 54 очка пропустили. Это дома. Это, конечно, непозволительно. В перерыве я увел команду в раздевалку. Мы поговорили, ребята поговорили друг с другом. И, в общем, выполнили установку на второй половине. В защите отыграли великолепно. Особенно третью четверть мы пропустили 9 очков. Именно третья четверть и определила исход этого матча. За считанные минуты с Саровчаней вырвались вперед на 20 очков. Для Кстова же началась черная полоса. Мяч, как назло, летел мимо корзины. Терялся на передачах, а то и вовсе. Предательски ударяясь в кольцо, переходил к Атому. Игра, что называется, не пошла. У нас резко ухудшился процент трехочковых попаданий, в принципе, за счет чего мы и держались. И, соответственно, провалились мы. В силу того, что эмоционально еще у многих ребят нет опыта, не смогли подстроиться. От того, что когда бросок перестал идти, надо было чуть видоизмениться по ходу игры. Но даже какие-то коррективы в таймаутах, они все равно не нарисовались на площадке. Истекают последние секунды и, глядя на табло, арбитр дает финальный свисток. Со счетом 105-83 Соропчение одерживает победу. Матч завершен, но для обеих команд все только начинается. Сезон в самом разгаре, а значит, почивать на лаврах или, наоборот, отчаиваться рано. Каждый клуб продолжает путь к поставленной цели. Для наших спортсменов она неизменна. Победа в чемпионате и путевка в суперфинал МЛБЛ. План, конечно, как всегда у нас, выиграть в чемпионат области. А там уже дальше, соответственно, понакатаны. Интересно. Вот этот чемпионат, он очень интересный. То есть ближе к плей-оффу уже, когда будет ясно, кто там на кого выходит. Как говорится, страсти будут накаляться. Следующие игры баскетбольный клуб «Атом» проведет 6 и 7 марта. Для наших спортсменов они станут серьезной проверкой на прочность. Им предстоит сразиться с лидером чемпионата. Команда и торпеды из Павлова. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова